Учитывая все последние обстоятельства, многие россияне выступают за то, чтобы наши спортсмены не терпели столь унизительных условий и не ехали на главные старты четырехлетия. Министр спорта России и представитель Олимпийского комитета не исключает, что некоторые действительно могут отказаться от поездки в Южную Корею. А что по этому поводу думают президент Федерации Бобсли регионы и спортивный обозреватель из Иркутска? Их экспертное мнение далее. Решение должны принимать именно спортсмены, потому что они готовились, они очень много труда вложили. Будет две Олимпиады. У меня была одна, я 24 года попал на Олимпийские игры. 28 у меня уже не получилось, потому что там ряд факторов, я был травмирован, а в 32 я уже был слишком старт. Поэтому, если бы той Олимпиады не было, где бы я был, если ее нет, то цель не достигнута. Это большое разочарование, как на Олимпиаде 84 в Америке, когда многие наши спортсмены не попали по политическому. Тоже многие судьбы были разбиты. А если есть выбор все-таки, то я считаю, что нужно ехать. Мне эта ситуация вообще, если честно, напоминает Великую Отечественную войну, когда враг просто наступал и не щадил никого. И какие-то способы, попытки вызвать к его человечности, они просто бесполезны. Но, тем не менее, даже в войну люди просто так не отступали и не давали без боя. Мне кажется, если вообще сейчас отказаться, это сделать то, к чему нас вынуждаются. Даже если один человек поедет, за него будет болеть вся страна и по всему миру, мне кажется. Ну, показать, что нас не согнуть. Хотя бы так. Это большой предрассудок, что на Олимпиаде нужны только медали, потому что награды получают единицы, а ездят сотни людей. Просто у них свои цели и задачи. Может быть, хотя бы вот эта трагедия с нашим спортом, с нашими спортсменами, может она хотя бы чему-то научишь. Нужно самим становиться сильными, привлекать сильных юристов и привлекать сильное спортивное руководство страны.